Помню, как в памятный вечер падал платочек твой сплечь. Сетилетняя Анжелика Петрущенко говорит, даже не верится, что когда закончится режим самоизоляции, она выступит на сцене Самарской филармонии под аккомпанемент оркестра. Девочка занимается вокалом четвертый год. За это время приняла участие более чем в 30 международных и всероссийских конкурсах, где неизменно становилась лауреатом. А вот в проекте «Бессмертные песни о войне» участвуют впервые. Я очень рада, что прошла этот кастинг. Это огромный опыт и большая честь выступить с симфоническим оркестром. Буду ждать начала репетиции, конечно же, сам концерт. Второй год художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии и народный артист Российской Федерации Михаил Щербаков проводит проект «Бессмертные песни о войне». Принять участие в кастинге мог любой желающий. Победители, а их отбирает сам маэстро, споют песни о войне с симфоническим оркестром Самарской филармонии под его управлением. Наш конкурс, поскольку мы не могли его провести живьем, мы попросили наших участников прислать нам видеозаписи. И вот мы отслушали огромное количество видеозаписей. И, конечно, среди них оказались люди очень талантливые, с красивыми голосами, с глубоким пониманием содержания произведений, которые они исполняют, песен, которые они исполняют, и которые вполне достойны участвовать в концерте с Академическим симфоническим оркестром. Дата концерта будет назначена, как только отменит режим самоизоляции. А пока Самарская филармония предлагает своим зрителям множество онлайн-проектов. Благодаря проекту концертной бригады Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны самарцы смогут узнать об артистах филармонии, служивших на фронте. Сохранившиеся архивные документы учреждения помогли установить имена 292 участников Великой Отечественной войны, работавших в филармонии. О культурной жизни запасной столицы расскажет проект «Работа Самарской филармонии в годы Великой Отечественной войны». Размах концертной деятельности Самарской филармонии в годы войны был масштабным, Ведь в то время в Самаре работал цвет исполнительного искусства, прославленные артисты, большой театр. А публику составляли тысячи людей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, руководства страны и дипломатический корпус.